Что такое командная строка в Windows, вы уже посмотрели. Пора применить ее в боевых условиях. Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Причем применять ее мы будем по бразильской системе. То есть сразу возьмем и установим приложение на локальную машину, используя командную строку. Вот такое приложение называется Anofo Calboard. У меня есть по нему скринкаст, ссылка в описании. Это Task Manager с открытым исходным кодом, который можно поставить на собственный сервер абсолютно бесплатно. Но мы не будем ставить на сервер, а поставим на локальную машину, предварительно эмулировав сервер на ней. И сделаем это с помощью Docker. Docker — это программное обеспечение, которое позволяет развертывать и управлять приложениями в среде Linux, которые предварительно были упакованы со всем окружением в некий контейнер. То есть взяли заранее подготовленный контейнер, принесли на сервер, развернули — все заработало. Не заработать это не может, если это Docker контейнер. Собственно, Docker — это конечная точка нашего курса. С ним мы разберемся окончательно, когда окончательно разберемся с командной строкой. Но чтобы было интереснее, давайте поставим конец в начало. А про командную строку поговорим в следующем уроке. Ставить, как я сказал, мы будем на локальную машину, то есть заходим на Docker.com и берем дистрибутив под Windows. Ну или под вашу систему. Тут есть Mac и Linux. В том числе десктопная версия интересна тем, что управлять ей можно и нужно из командной строки Windows. Это как раз повод поэкспериментировать с тем, что вы уже знаете. Ну и плюс можно потренироваться с Docker, не опасаясь последствий. Если все вообще сломается — удалите Docker, установите заново. Устанавливается, как обычная программа, сносится так же. Docker надо запустить. Потом он повеснет в трее и будет запускаться, по-моему, автоматически вместе со стартом системы. У него есть графический интерфейс, но мы им пользоваться не будем, я даже, честно говоря, не знаю, как им пользоваться. Мы сразу идем в командную строку и проверяем, работает ли он какой-нибудь специальной командой, например, Docker Images. Images показывает все установленные образы. Что такое образы, пока не важно. Важно, что если тут будет какой-нибудь error, Docker у вас, скорее всего, не запущен. Запустите. И он должен лежать в трее. И давайте посмотрим, есть ли на Docker Hub контейнер Focalboard. Есть. Несколько. Нам нужен вот этот. Вообще это, конечно, магия. Когда сталкиваешься в первый раз. Как будто бы нет понятия деньги, лицензии, ваш компьютер, сервер Microsoft. Все, что выложено на Docker Hub, к вашим услугам. Любые приложения вы можете устанавливать прямо из командной строки, просто набрав соответствующую команду. Но так как пока мы полноценно с командной строкой не работали и ничего про нее не знаем, какую именно команду нужно набрать, мы тоже не знаем. Поэтому заходим на Docker Hub. Это типа GitHub, где собраны в открытом доступе образы всех приложений, пригодных для установки через Docker. И находим Focalboard. Их несколько здесь, от разных разработчиков. Ну, вернее, первое слово — это название владельца репозиториев, которое иногда совпадает с названием фирмы разработчика. Нам нужен Mattermost. И вот эта команда для Docker. То есть сначала нужно образ скачать и делается это командой Pull. Скачали. Теперь надо этот образ запустить. Делается это командой Run. Пока непонятно, что тут написано, поэтому просто копируем все и нажимаем Enter. Немножко неправильно, но ладно. Пока оставим как есть. И переходим в любой браузер и в адресной строке набираем localhost. Это тоже адрес, как доменное имя, но это местный адрес. Адрес вашего компьютера для вашего же компьютера. И, собственно, попадаем на сайт Focalboard. Сайт лежит на вашем компьютере, который благодаря установленному Docker делает вид, что он сервер. Ну, для вас делает вид. Единственное, тут не совсем правильно я сделал. Надо было... Ну да, вот все сломалось. Надо было при наборе команды добавить параметр D. Ну, минус D, скажем так. А вот, теперь все правильно и будет работать. А вот что мы сделали, что у нас там было неправильно и что вообще мы набирали в командной строке, вы узнаете из ближайших уроков, где я уже подробнее расскажу про командную строку, про синтаксис и так далее. А вы уже можете экспериментировать, и я вам это настоятельно рекомендую. Можете поставить на локальную машину Focalboard или какое-то другое приложение с Docker Hub. Самые нетерпеливые могут, конечно, промотать ближайшие уроки по командной строке, но я бы не советовал. Хотя те, кто пришли сюда исключительно за докером, смело перепрыгивайте на 9 урок.